Не загрязнять Печору сточными водами. Сегодня эту проблему решает муниципальное предприятие ПОКИТС, которому принадлежат очистные сооружения. В апреле 2016 года городской суд обязал предприятие обеспечить очистку вод, сбрасываемых в реку Печора с центральных очистных сооружений. Как исполняется решение суда, показала проверка прокурора. 4 тысячи кубометров воды в сутки. Такое количество сочных вод поступает из жилых домов Наринмара на очистные сооружения предприятия объединенных котельных и тепловых сетей. В резервуарах вода проходит очистку и сбрасывается в Печору. В апреле 2016 года Наринмарским городским судом удовлетворены более исковые требования прокуратуры округа об обязании МУПКТС обеспечить очистку вод, сбрасываемых в реку Печора с центральных очистных сооружений, установленным нормативом допустимых сбросов. В настоящее время мы проводим совместно с управлением Росприроднадзора по НАУ контрольную проверку, как исполняется муниципальным предприятием наше исковое заявление. Какие меры принимает муниципальное предприятие для выполнения судебного решения, прокурору рассказал инженер Евгений Иванов. Очистка сточных вод на сооружениях соответствует всем нормативным требованиям. Однако есть проблема по объемам поступающей воды. Очистные сооружения работают на пределе своих возможностей и периодически превышают количество сточных вод, превышают проектные показатели. За вчерашние сутки превысило на 10%. Такое идет регулярное превышение. Это превышение ведет к загрязнению водного объекта река Печора. Решением проблемы предприятие занялось несколько лет назад, когда запустило строительство корпуса биологической очистки и доочистки сточных вод. Но подвела компания-застройщик. Даже после суда подрядчик не завершил строительство объекта. Здесь ведется строительство второй очереди центральных очистных сооружений. Ведет компания Петрофонд. В данный момент они обязаны исполнять судебное решение по выполнению пусконаладочных работ. В данный момент мы здесь никого не видим. Да, нам крайне необходима эта станция очистки сточных вод. Как я уже раньше говорил, что у нас идет превышение по количеству стоков. И нам бы эта станция очень сильно помогла. Разгрузила бы основную очередь. А пока инженеры нашли другой способ очищать сточные воды – методом реагентной доочистки. Эту технологию предложило использовать совместное австрийско-российское предприятие. К биологически активному илу, которым очищается вода, добавляется специальный состав. Это ускоряет процесс осаждения. Посмотрите, образовались хлопья сразу же. Сразу же образовались хлопья. И пошло осаждение. Отделение ила от воды. Использование новой технологии позволило за два месяца достичь показателей очистки, указанных в законе. Остались небольшие проблемы с нитратами. Среднее превышение этих солей в очищенной воде составляет не более 20% от норматива. Вот что у нас получается на выходе. Чистейшая вода. Пробы очищенной воды взяли сотрудники отдела анализа и мониторинга окружающей среды Наринмара. С результатами анализов население познакомят сотрудники прокуратуры.